Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Тема видео – пасека для самых-самых начинающих. Если вы живете в селе или в городе и имеете дачу, то вполне можете позволить себе завести несколько пчелосемей. Это увлекательное занятие даст вам здоровье для семьи, хороший урожай, так как пчелы – это опылители, плюс небольшой доход. Читая интернет и книги, можно подумать, что это дело очень-очень сложное, но на самом деле это все очень-очень просто, так как пчелы жили без нас 100 миллионов лет и без нашей помощи. Мои родственники имеют свой дом, и когда мы были в отпуске у них в гостях, они приобрели два стареньких улья с пчелами и начали, так сказать, заниматься с нуля. Как это все организовывается, я расскажу в этом видео вам. Для начала давайте ознакомимся с общими понятиями строения семьи. Итак, ученые раскопали где-то там в меловом периоде пчелу. Это было 100 миллионов лет тому назад, а может быть, видимо, еще и раньше эти пчелы были. И все эти 100 миллионов лет пчела прошла без эволюции семьи. То есть, насколько организованная там эта самая семья и строение структуры семьи, что значит, ей не требовалось никакой эволюции. А вот такие вот виды, как крупные динозавры, мамонты, всякие крупные хищники, значит, всегда находился сильнее и побеждал другого. То есть, у них постоянно эта борьба, эволюция за выживание постоянно была. И дошли до того, что они вот остались в музее, их не скелеты. А пчелы как существовали в определенной семье, так и существуют до сих пор. Итак, коротко о строении семьи. Пчелосемья состоит примерно 70-150 тысяч особей. В семье находится матка, это самое главное, затем пчелы и трудни. Матка закладывает потомство. То есть, она ложит яйца, пчелы добавляют туда, закладывают это дело кормом. И вот этот корм пчелиный, самое эффективное, значит, средство роста за одни сутки без личинки возрастает в 40 раз. Ни одно такое питательное вещество не существует на земле, как пчелиный корм. Матка может откладывать два яйца. Одно яйцо оплодотворенное, с него выходит пчела. Второе яйцо она может положить неоплодотворенное, это трутень. Трутень служит для оплодотворения матки. Матка живет примерно до 5 лет. То есть, она имеет хорошую физическую форму, и, значит, она может откладывать яйца. В семье вроде главная матка, но получается такой момент. Если с маткой что-то случается, или нога там у нее подвернулась, или где-то какой-то изъянт, то пчелы, казалось бы, что они подчиненные, но на самом деле, значит, они тоже участвуют в этом процессе руководства, так сказать. Вот они, значит, это самое. Если матка повреждена, то не сразу это дело, как они там видят, мы никто вот это и не знаем. Они закладывают вот то, что она положила яйцо оплодотворенное, с которого будет выходить пчела. Они, значит, туда больше питательных веществ добавляют, 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 раз в 5 больше. Вот из нее потом выходит новая матка. Когда она выходит, они ее охраняют через 3 дня. Таблет спаривается с трутням. Трутней она находит не ближе 7 километров, то есть, чтобы родственных связей не было. Спаривается только в воздухе. Спаривается она с многими трутнями, там, десятки трутней. И потом последнее, когда трутня с ней спаривается, она, значит, зажимает, отрывает у него этот орган. И, как говорится, в улей прилетает уже с запечатанной. Время спаривания матки определенное. То есть, примерно, по практике, она вылетает с 10 до 3 часов. Когда она прилетает в улей, значит, все пчелы, там, половина улей, садятся на прилетную доску и ждут матку. И когда она бедная падает, заносит в улей, через 3 дня она начинает сеять. Вторую матку эти же пчелы, подчиненные, убивают. Новая матка начинает сеять, вложит яйцо. Вот через 21 день выходит пчела. Когда она выходит с ячейки, занимается простыми работами. То есть, убирает, чистит соты, ухаживает, выкармливает новое потомство. Примерно через 6 дней пчела уже созревает очень хорошо, становится крепкой, становится уже летной. Летит за пергой, за медом. Также с этих уже взрослых таких пчел окрепших и охранники. Они стоят у летка и чужих пчел не пускают. Пчела не приносит никакого меда, значит, они ее просто в улей не пускают. Нормальный медосбор считается примерно 3-5 километров, потому что дальше лететь, пока она прилетит, она корм сама съест уже. Когда приходит осень и взятка уже нет, то есть меда нет, ничего уже нет, начинается уже прохладная погода. Пчелы начинаются собираться в круг. В середине этого круга находится матка, а вокруг пчелы. Семья зимует примерно 8 рамок, полностью забитые пчелами. На ней должен быть мед, корм для младенцев весной. При усилении мороза клуб сужается. То есть там примерно в клубе в этом температура 15-20 градусов. Те, что в верхнем шаре пчелы, они, значит, когда уже замерзают сильно, они проходят в середину клуба. А те середины выходят наружу. И так они отменяются все время. И они поддерживают возле матки постоянную теплую температуру. При любой температуре на улице. При увеличении температуры, значит, клуб этот расширяется. И когда приходит весна, примерно в февраль месяц, 15-го числа, матка уже начинает засев. Стремится расширять свою семью, обновлять новыми особями. Пчела живет во время сильного взятка. Значит, пчела живет примерно 20 дней. То есть она вот родилась, и 20 дней, значит, она мед собирает, собирает, собирает. Срабатывается, задница становится черной, и она погибает. Чем меньше взятка, тем дольше она живет. В зиму вошли новые пчелы, молодые пчелы, они хорошо выживают. Когда приходит весна, они же те же самые остаются. И в феврале уже начинает матка сеять, и появляются новые молодые особи. А затем начинается опять тот же самый процесс. В весенний период, когда на улице наступает температура 12 градусов, плюс 12 градусов, вот пчелы вылетают с улья, вокруг улья крутятся, и опровержняют свой кишечник. То есть кишечник у них вот за это время, за зиму, набитый такой микробы. Вот они очищают. Когда появились люди, они значит поняли, что значит мед это полезная и сладкая вкусная штука. В теплых краях, вот дикие пчелы, просто соты вешали просто на деревьях. То есть они легко, люди могли их срезать полностью и кушать этот мед. Животных очень любят покушать мед, это медведь. Вот затем люди распробовали, что это очень вкусно, и начали значит тоже присматриваться. В холодных краях, конечно, существовали дуплых деревьев. Охотников за мед называли бортниками. Они забирались на деревья, вырезали там некоторую часть меда. Часть меда оставляли для дальнейшего потомства. Понятно, человек очень умное создание. Значит они подумали, ну зачем это лазить постоянно на деревьях? Лучше бы, чтобы они сами к их месту жительства приносили этот мед. Они начали делать колоды. Эти колоды они, ну это типа дупла, эти колоды они устанавливали далеко от своего жилья. Значит никто не мог другой позариться, и они могли этот кушать мед. Отбор меда был таким же, то есть вырезали часть рамок, оставляли на дальнейшее потомство, а эту часть, которую вырезали, значит кушала семья. Когда наступила цивилизация, конечно подумали и подумали, и придумали ульи с рамками. То есть это уже не сами строят соты, они среди дупла или колоды, а уже с ващины, то есть воск такой, тонкий воск, он с ячейками, с такими маленькими. Вот начали ставить в это самое, ставить эту ващину на рамку, сделали коробку, в которой входит вот эта рамка. Эту коробку назвали ульем. Это дало возможность разместить буквально возле себя, возле дома, возле своей юрты, возле избы, вот этот уль. Раз. Второе. Значит не надо было ничего вырезать, приносить вред пчелам. Здесь уже были рамки, которые значит и вытащил, посмотрел, а здесь мед. Откачали, поставили на место. Пчела потом видит, что меда очень мало у нее для зимы. Они опять начинают усиленно собирать этот мед. И так получалось, и пчелы сыты, и люди сыты. Улей бывают многокорпусные и однокорпусные. Лежаки так называемые. Но на него тоже можно будет поставить потом корпус. Лежак. В них хорошо зимует, у него много пространства. Лежак примерно рассчитан, у него вмещается 20-24 рамки, больше не делают. На корпусные улей, это примерно 10-12 рамок внизу и сверху над ставки. Там есть сколько хочешь можно поставить. Если человек, значит, имеет возможность куда-то их вывозить, то есть кочевный образ жизни. И хороший медосбор, соответственно. А тогда меда много, можно делать на ставки. Улей более легкие и удобные в транспортировке. Лично я занимался пчеловодством лет 15. Значит, была пасека у меня где-то штук 15 пчелосемей. Значит, у нас был небольшой такой кооператив, 10 человек. Мы выезжали на Акацию, первый выезд, это был на Акацию. Разбивали где-то там в посадке себе место. Каждому отводили какую-то территорию, вот где мы расставляли свои ульи. Соответственно, подбирали, чтобы было все медосборы. То есть на протяжении всего лета. Акация начинается, доник, эспацет, липа, луга, разнотравья. Наш кооператив нанимал одного сторожа. И на одну неделю выделяли одного человека. То есть он, человек этот, брал отпуск, и одну неделю должен был одежурить вместе со сторожем. Вот у нас был такой не слишком большой там медосбор. Медосбор, можно сказать, что выше среднего. При этом, значит, мы имели возможность скачивать с одного улья за сезон. Бидон, два меда. Соответственно, бидоны по 50 килограмм. Вот и считайте, если на 15 помножить, это уже прилично получается. Итак, давайте по делу. Почему я видео это дал? Пчел покупать, самое лучшее, конечно, чем раньше, тем лучше, соответственно. Но чем раньше, тем они дороже. Там еще мало расплода, мало сеет матка, и пчелы только вышли с зимы. Рентабельно пчел покупать, это примерно с середины апреля до конца июня. Вот дальше уже получается. Но если взято, конечно, есть позднее, то можно, конечно, и попозже взять. Но во всяком случае, в августе, это уже слишком будет поздно. Мои родственники купили две пчелосемьи со старыми ульями. 1 мая. Через неделю они уже откачали с акации, где-то литров 11 мёда. Для начинающих лучше всего, конечно, покупать ульи-лежаки. То есть большие вот эти ульи, которые, значит, имеют 22-24 рамки. Ну, от 20 до 24 рамок. Вот ими для начала лучше, кажется, управлять и ухаживать за ними. То есть здесь у вас всё под рукой, не надо корпусы ставить. И зимуют у них они лучше. Вот там есть маневрность для застанных достов, для утепления хорошего, для подкормки пчел весенней. То есть получается, если вы покупаете семьи, значит, то где-то в середине апреля до июня включительно, вы, значит, получите все продукты пчеловодства. То есть уже у вас будет отдача и по дням, и по всему. Плюс вы получите полностью навыки. Вот сразу заниматься с многими семьями вам будет сложно. А вот именно 2-3, самое вот это нормально, оптимальный такой вариант. Итак, после того, как вы купили первые свои семьи, первоочередная задача составляется в следующем. Осмотр. Один раз в неделю. Главная задача. Создать в улье, значит, достаточное места и работы для пчел. Когда начинается жаркая погода, именно там 30 градусов, и в улье начинается, значит, пчел очень вышло много, они занимают все соты, значит, им становится тесно, и жарко. Вот они, значит, стремятся, у них инстинкт такой, к продолжению крыться роду и к уходу части из этого улья с молодыми пчелами. То есть молодая матка, они делают молодую матку, закладывают, она выходит, и они с ними улетают, так называемый рой. Старая же матка остается в этом улье и продолжает свое занятие. С одной семьи могут выйти несколько роев даже, то есть один вышел рой, потом, затем, через неделю еще один рой вышел. Рои обычно выходят в теплую погоду с 10 до 3 часов, то есть они, значит, с первой разведку посылают, куда-то можно, значит, присесть, вот цепляются на какое-то дерево, груши, значит, висят, вот потом, значит, оттуда, значит, с этого роя, значит, вылетают разведчики во всякие стороны, и они ищут место, где им поселиться, создать новое жилье. Для чего необходимо делать один осмотр в неделе? Хорошие пчеловоды те в две недели рассмотрят, но вот так это смотрят. Для начала лучше делают один осмотр в неделю. Человек поднимает рамку и ищет маточники, то есть это вот такие большие наросли, в которые заложена матка новая, молодая. Матка выходит через 16 суток, поэтому, если вы будете смотреть пчел через 7 дней, вы будете видеть эти маточники. Если вы не хотите увеличивать количество пчелосемей, то эти маточники просто вырезаются и удаляются с улья. Но так как две пчелосемьи это маловато, то для начала необходимо, конечно, увеличить пчелосемьи на следующий год, чтобы у вас было 4. Это вполне возможно и безболезненно для семьи. Это делается так. Открывается улья с этой семьей, значит, мы находим там маточник. Берем этот маточник, пересаживаем в другую коробку. Затем ищем, обязательно ищем старую матку. Нашли матку, она находится, значит, в улье, мы, значит, ее с этой рамкой уже никуда, значит, не взяли. Мы берем тогда безболезненно вот эту рамку и пересаживаем в другой улье, который, значит, у нас имеется. Мы приготовили или купили там старенький. Наш третий ульей. Затем находим рамку с медом, подставляем в этот ульей в третий наш. Затем находим рамку с пиргой. Это корм для молодых пчел. И туда также их поставляем. Хорошо это дело утепляем. Эти рамки все ставим напротив литка. Эти ульи, может быть, там 20 рамок или еще сколько. Вы поставили 4-5 рамок. Это дело все утепляется хорошенько. Через неделю вы осматриваете, значит, этот ульей, который сделали третий. Так мы привезли два улья. 22 рамки. Очень тяжелые ульи. Дай бог, чтобы Михалычу в этом деле все повезло и было все хорошо. Удачи, Михалыч. Вентиляция должна быть нормальная. Ну а че они сидят так? Да тут вентиляция такая, что... Когда подсовываешь, так старайся так по центру, чтобы ты, например, оцей боковой рамой не сунул по бджоли. Понял? Чтобы вот как она в центре встала, так ты тихонько в центре и загоняешь. Ни в коем случае это стукать, грукать, демаря на верге, пришел к курину. Бджола это ощущает очень сильное. И тогда получается... Вот как будто столик должен быть еще, блин. Вот это сивенька. Вот это она таки вылупилась. Она еще и летать не может. Она три дня десь будет в ульку. Понял? Она чистит вот эти коморки, делает свою работу. Молодая. Да. Вот это она таки вылупилась. Ты даже взял визуально... То есть это молодая пчела? Да, да. Посмотрите, что в тебе делается. Чи молодая пчела, чи старая, чи какое состояние улька. У него получается здесь сейчас молодой очень много, а старой очень мало. Да, старой тут нет. Но мы ее не видим. Старая взлетела. Да, да. Старая вылуплена, такая лисая, черная. Вы не видите. Черная прямо. Да, да. Она лисая. Чтобы не пропустить маточник внимательно, смотрите. Я хочу сам найти маточника и, Вася, внимательно, я с одной стороны делюсь. Я думаю, что тут нет. Побачить маточника. Нет. Нет. Маточників немає. И бездельников много, да? И бездельников много. Ну, праці нема. Праці нема праці. Тут бы за цей массой пчел, за цей массой пчел, бы тут таки стояла, что ты пройти б, кольятка не мог. Да, да, да. Тут бы как на Хрещатику было бы, бежуха така была. Как на Майдане. Ты в Майдане отдыхаешь. Можно трошки забрать, конечно, не все 5-6 рамок, не все 5-6 рамок, взять 4 рамки. Ну, надо по одной рамке обязательно ставить, вдруг похолодание будет. Ну, так, все у нас. Да похолодание, минуса не будет уже. Ну, так что, если им надо, что, дожди пойдут. Ты, я сказал, ленивый колос, ну, что лихая ладя шукают. Вот ими. О, пошла черва. Все. Ты же, потому что червой качать не будешь, а там мать и есть. Да. А чисто? Опа, вот она матка. Топ. Топа, че? Все, есть. Красивый, жоркий. Так, дайте, конечно, чтобы ей не было теснейше. Так, она к Васе туда, на ту сторону побежала, да? Тихо, 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 сейчас лишний раз. Вот там побежала с той стороны. Хоть бывать не надо. Нет, не мать. Не бачу. Здесь уже прикрылась. О, он, изверху. Вот, все. Все, есть. Лишний раз. Двигай, Вася, эту рамку туда в середину. Да, да, да. А сюда, сейчас матушку поставим. И никаких тут больше лишних движений не надо делать. С маткой. Все. Все, тут мы в матку бачили. Все, матки есть. Тут мы бачили матку, там мы бачили матку. Обзор хороший. Вот, дивись, вот это прекрасно медоваясь. Бачите, тут уже запечатала мед. Это внизу мед. Все. Розклода нигде нет. Вот, бачишь, что он подкинул вовремя и теперь получается три медовы, а сейчас с сервою. А вон ее надо пробегти, бджоли, через все улики, чтобы до той и туда идти. Понимаешь? А мы делаем ей. Даже пролисти не пробегли. Пролисти. Все, пододвигаем. А у них работа. Это же энергия. На рамочку. Вот это двумисочка, вот это маточник. Вот это она заложит, так все маточники ложит. Ну, типа, готовить тарелочку под маточники. Вот, дивись, это они. Вот это. Вот это. Вот это. Я понял. Вот это. И бывает так, что они приходят. Да. Потом приходят, они висят. Так, тут много вон их заложит. Ну, а заложит вон на маточники зря. А что заложит? Потому что ей надо мед забрать. И вон тогда сразу в ройовое состояние, как говорится, что маточники были, да? Любовью никто не занимается, но в порожний желудок, понимаешь? Если ей немае чего... И пенсии тут немало? Да, да. Не принесли чего? Нема за что, как говорится, жить, значит, никакая тут любовь не может быть. Вона должна забрать. Не бачишь? Уже в рефере? Да, дивися внимательно. Вот тут, а вот. Вот тут. Можно. Вот бачишь? Перед последней рамкой. Ося ж северою. Обла белая запечатана. Бачишь, как красиво маточник. Вот это первый показатель, что хорошая маточник. Вот перри поднимай. Берешь вот так, вот клешнюю. Клешнюю берешь. Ось, дивися. Вот тут. Видишь? Большое блестит червое. Ото беленькое так иначе... ПОТОВ, МОТОВ, ИНИ, ИНИ, ПОТОВ, ось дивыся бачишь мы на брызды ось жёлтая площадь мы тоже налила на литках они сидят это дует блин воздух вентиляции мало они вентилируют мы ну да и дальше он и убирает влагу из меда с меда это зараза такая вот оце рамочка в его тоже чисто медовая чисто медовая суперга да уже ты не поймаешь и бжоли уже съедят там уже они забьют есть таки что вообще он не лопатка с ножом ходит так и мощный но есть ногтем да да есть ногти серьезные можно и ногтем вот медовая не бачишь висит да дивися внимательно вот тут а вот тут так это получается с червою червою бачу тут я ни хрена червою не бачу ну шо ты не можешь обася ну ось де биле вон оно всередині а биле а биле а бачу бачу я не туда не люблю мед жёлтый черво бачу биле вот та черва то вот та личинка так тут небагато ну у нас уже матка начинает сиять и середине рамки ходить ходить и дальше и дальше и дальше и ты должен определить доверие это не плотно это же тоже и место было здесь чуть-чуть таки место появилась обезмойду у нас сразу там и засеяла а так когда умеет и все это поможешь есть и некуда себя правда вреду айти сушь сушь ну ващина это вот вот такая вот упрощение я понял а то же михал сам зарубов да ну как я не хочу разводить ну тут выхода нема тут вон и тут вон излетят просто нам просто летят и все для пропали еще в один нулик делать отводок подводок делать трутни бачишь везде горубцы яки лазить вот воно визуально ты сразу бачишь где обдела но в руки вот от руки все одна плоскость тебе по рамки иди по основе а другая формируешь ножа где я говорю это трохи вырезал здесь не вырезал не значит становишься что я тебе казал что надо реально маленький щемень чвеньков ножа бабуга и друг они ж убирают влагу из меда с меда пиво вам принести дали си давай две микола не хочет будешь пить не пиво туда да пиво туда так пиво так что не так что легко этот палец у меня разблокирует а вот еще подорвало это заблокирует Не, а это не восстановилось никогда, бачишь, ну, евреи придумали какую-то фигню, картошка фри, там, ну, разного такого, знаешь. Вы начали снимать и все-таки решили поджарить еще чуть-чуть. Что поджарить? Подошва титановая. Лежа, серьезно? Да. Точно для побоев, наверное. А ну-ка, дай. Пусть не забудьте занести хлеб. Нифига себе, железо. Нормально, жар нету вообще. Горячий сырюм не бывает, все, уйдем. Не-не-не, покрути, покрути. Не, закручивай, а потом так, да. Я все понимаю. Не-не-не, ты не понял, это самогон. Всем спасибо за внимание. Если кому-то помог, значит, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать вот такие вот незатейливейки. Всем всего хорошего. Удачи, ребята.